всем привет это выпуск проекта сингента health проекта который посвящен ответам на агрономические и биологические вопросы поступающие к нам в агроподдержку компании сингента от вас от наших зрителей партнеров друзей и коллег переходите по qr-коду задавайте вопросы присылайте свое фото и видео ставьте пометку help и вам обязательно помогут эксперты компании сегодня выпуск посвященный еще одной модной теме сельском хозяйстве это защите сои от сорной растительности и сегодня у меня в гостях руководитель направлении гербициды на полевых культурах юлия тунаева юля привет я рада тебя видеть нашей студии буквально пару слов немножко о себе ваши привет тоже очень рада тебя видеть я работаю в компании сингента с 2006 года и в основном отвечала за гербициды на различных культурах на кукурузе на подсолнечники на сои закончила тимирязевскую академию защитила кандидатскую диссертацию тема тоже была связана с гербицидами да я когда пришла в компанию сингента я удивилась как много здесь работает кандидатов наук ну что ж сегодня мы с тобой разберем достаточно большой и важный пул вопросов и дадим ответы на тему защиты сои от сорной растительности итак мы начинаем какие чаще всего вопросы приходят к тебе из центральной части россии чаще всего вопросы приходят про то чем контролировать марь находящуюся в той или иной фазе развития также щирицу послен черные и конечно же падалицу подсолнечника различных технологий сульфа clearfield clearfield плюс классическую падалицу подсолнечника 1 касается мари возьмет ли флекс мать находящиеся на фото вот в такой фазе две фотографии и фотографии вопросу следующему возможно ли убрать ими устойчивую падалицу подсолнечника в посевах сои и вот такая прекрасная падали глядя на эти фото можно сказать что мари подсолнечник уже переросли мари находится в фазе более восьми листьев подсолнечник фазе более шести листьев ни один гербицид применяемый на сои уже в достаточной степени не проконтролирует эти сорные растения ну в достаточной степени то есть чтобы агроном был доволен то есть хотя бы на уровне выше 70 процентов а все таки оптимальная фаза для контроля сорных растений гербицидами это четыре листа для двудольных сорных растений и три листа для злаковых сорных растений и причем тоже необходимо помнить что например крупносемянные стороны растения так такие как подсолнечник дурнишник должны контролироваться раньше потому что очень крупные мощные вот то есть это даже там два листа фазе двух листьев до двух листьев остается надеяться что у людей которые спрашивали такие поля и встречаются единичные да иначе это сильная головная боль для агронома что дальше делать таким полем конечно же что-то будет применено но вряд ли агроном будет доволен также в продолжение темы мари хотел бы рассказать об опыте применения гербицидов в липецкой области вот можно посмотреть на фото то есть на поле было большое количество мари в основном марь находилась фазе четырех листьев но некоторые некоторые растения фазе шести листьев то есть уже перерастающая до марь и применяли баковую смесь гербицидов которые есть в нашей линейке гербицидов и через 15 дней был отличный результат через 14-15 дней то есть марь погибла и вот ее можно заметить на фото в нижнем ярусе ну что ж юля мы ответили на этот вопрос и можем двигаться дальше юля на дальнем востоке совсем может быть другая проблематика другой климат другие сорные растения и вот такой вопрос пришел к нам из приморья спасибо к сои часто присутствуют сложные для контроля сорняки амброзия окалифы камелина хвощ какие гербицидные решения для их контроля наиболее эффективны до набор сорных растений разнообразные видим что некоторые виды такие как а калифа камелина встречаются только на дальнем востоке ну конкретнее в приморье чтобы правильно подобрать продукт необходимо проанализировать его спектр активности свидетельстве о регистрации гербицида основном документе часто достаточно кратко указано что контролирует двудольные и или злаковые сорные растения без указания видов для того чтобы подобрать продукт необходимо все таки детально посмотреть а какой спектр сорняков он контролирует ну да как у каждого продукта на нас существует свое техническое досье которое каждым годом дополняется и дополняется совершенно верно и если компания ответственно подходит к своим клиентам заботиться о них то обязательно предоставляет такую информацию и в качестве примера я бы хотела привести такую информацию вот например здесь представлены данные на два наших гербицида которые есть в портфеле и виден спектр например видно что один гербицид как раз и контролирует а калифу которая была в опросе и контролирует ее фазе четырех листьев то есть уже такое развитое растение и достаточно высокий уровень эффективности 90 процентов и выше что касается другого сорного растения например амброзии полынолистный то гербицид контролирует данное сорное растение находящиеся фазе шести листьев то есть это еще более развитое растение и если в такой фазе справляется гербицид на уровне 90 процентов и выше это значит что большой запас прочности а например от другой гербицид вот справа информации по нему он контролирует этот же сорняк находящийся фазе четырех листьев то есть необходимо не допускать перерастания если посмотреть на третье сорное растение например щирица запрокинутая то видно что оба гербициды справляются хорошо даже если щирица находится фазе шести листьев ну и вот таким образом глядя на сорное растение сорное растение за сорным растением можно детально разобраться как контролирует тот или иной гербицид спектр если в данном списке есть сорные растения которые также имеются и на поле и видно что гербицид их контролирует то соответственно этот гербицид необходимо и выбрать юль а вот тут вот еще вопрос какие гербицидные решения для контроля наиболее эффективны то есть как ты как эксперт порекомендуешь вот такие сложные сложные растительности в приморье как лучше с ними бороться в приморье в целом на дальнем востоке огромный прессинг сорных растений сама лично видела то есть это до 400 до 500 штук на метр квадратный не видно сои поэтому подходить к защите от сорной растительности необходимо комплексно обязательно начинать с до всходовой гербицидов и потом в случае необходимости но в целом там всегда есть такая необходимость уже выбирать после всходовой схемы ну что ж мы детально разобрали ответ на этот вопрос и можем двигаться дальше юля давай затронем более подробно тему контроля сложных сорных растений вот вопрос тоже с дальнего востока чем контролировать хвощ камелину амброзию в различных регионах выращивания сои свои сорные растения считаются сложными как правило это такие растения в контроль которых возникают сложности вот как раз по порядку их рассмотрим но начнем с камелины это растение с такими голубыми цветками которые используются в цветоводстве но в соеводстве является опасной проблемой особенно на дальнем востоке то есть может практически полностью затягивать посевы опытным путем в результате практического применения было установлено что камелина оказывается хорошо контролируется да всходовыми гербицидами то есть необходимо также начинать контролировать ее раньше потом уже переходить к последсходовым гербицидом к послевсходуем схемам после всходовые гербицидами также контролируются то есть решение есть. Замечательно. С красивой камелиной понятно. А как быть с хвощом? Хвощ, я так понимаю, это показатель кислых почв. Да, совершенно верно. Хвощ распространён на Дальнем Востоке. Сама видела его в посевах сои несколько лет назад. Но вот в этом году, в прошлом, приходят вопросы, связанные с хвощом из центрального черноземья. То есть расширяется ареал. Чем контролировать? Тут просто одних гербицидов будет недостаточно. Всё-таки мы же говорим как раз о сложенных сорных растениях. То есть максимум, чего можно добиться, контролируя хвощ в посевах культуры, это либо угнетение данного сорного растения, либо так называемый ожог. Неполный контроль, например, ожог. Но в целом это уже неплохо при контроле в посевах, потому что за это время, пока хвощ угнетён, соя при благоприятном развитии хорошо развивается и, в конце концов, вытесняет хвощ, и он остаётся в нижнем ярусе. Но необходимо помнить о других моментах контроля хвоща. Это агротехнические мероприятия, почвообработка, известкование почвы, если требуется, работа и борьба с хвощом в предшественниках. То есть все вот эти вот моменты надо учитывать. И чуть-чуть про амброзию давай скажем. Амброзия тоже считается сложным сорным растением, распространена на Дальнем Востоке, на юге нашей страны. И сложность заключается в том, что не всегда хорошо контролируется довсходовыми гербицидами и имеет очень большой запас семян, поэтому тоже может затягивать посевы. Но также имеются и гербицидные решения, и довсходовые, и послевсходовые, то есть контролируются. И вот пример. Здесь видна амброзия. Слева это как раз кадр из Приморья. То есть видим, как может засорять посевы сои и не видно. И справа видна работа гербицида. То есть очень чисто и видно, как выглядит амброзия, поражённая гербицидом. Но амброзия это не только приморский сорняк. И на юге её много же, да? Да-да-да, как раз вот фото справа сделано в Ставропольском крае. Ну что ж, мы ответили на этот вопрос и можем идти дальше. Ещё один большой блок вопросов связан с применением довсходовых гербицидов. И вопрос пришёл к нам из Воронежской области. Нужно ли применять довсходовые гербициды, если они работают условно 4 года из 5, то есть не ежегодно? И вот такая маленькая провокация. Да, вопрос хитрый. Но всё-таки надо сказать, что мы уверены, и специалисты нашей компании в том, что довсходовыми гербицидами работать нужно. Даже несмотря на то, что в редкие годы они могут не работать, если, например, бывает засушливая погода. Только комплексный подход защиты от сорных растений, начиная с раннего этапа, позволяет сое максимально реализовать потенциал урожайности. Что касается Дальнего Востока, то в целом в той зоне невозможно вырастить сою без данных схем из-за большого прессинга сорняков. Но в последние годы мы замечаем, что и в Центральном Черноземье площадь под применением довсходовых гербицидов растёт. Это значит, что агрономы, сельхозтоваропроизводители видят отдачу от этого приёма, что действительно получается больше сохранённого урожая, и соя в целом себя чувствует лучше. Правильно, мы сохраняем сою, убираем от неё конкурента, и тем самым даём возможность сохранить больше урожай. Да, и я бы хотела сказать, то есть в чём смысл, что при довсходовом применении гербицида контроль сорняков осуществляется раньше, и соя на вот этом этапе, пока она прорастает, очень уязвима. Если, например, начать позже контроль, только послевсходовыми схемами, то тот ущерб, который причинили сорные растения на раннем этапе, уже потом не компенсировать. И, кроме того, бонус какой? То есть те, кто применяет довсходовый гербицид, потом может послевсходовый гербицид применять в меньшей дозировке, в средних нормах расхода. Либо иногда такие бывают случаи, что нет необходимости применять послевсходовый гербицид. Это, конечно, редко бывает, и не на Дальнем Востоке, но тем не менее. Ну да, так мы меньше сжём культуру и, опять же, сохраняем и урожай, и качество сои. Ну что ж, смотрите на этот вопрос, и можно двигаться дальше. Ну, вообще, тема безопасности гербицидов на сои достаточно актуальна. А твоё мнение, есть ли безопасные гербициды? Пока не придумали. То есть от любого гербицида соя испытывает стресс. Если гербицид системный, то, конечно, стресс сильнее проявляется, если гербицид контактный. Хотя внешние проявления часто бывают более сильные от применения контактного гербицида. Но также, несмотря на то, что нет безопасных гербицидов, соя в целом считается культурой, относительно быстро отходящей от стресса. И особенно быстро отходит, если достаточно влажно после применения гербицида. Также необходимо сказать, что сельхозтоваропроизводители стараются часто поддержать сою и используют антистрессанты. Ну, и самый популярный вопрос на эту тему. Вопрос пришёл из Воронежской области. Когда применять антистрессант? До применения гербицида? Совместно с гербицидом или после? Специалисты нашей компании рекомендуют работать антистрессантом через 2-3 дня после применения гербицида. Гербицид уже подействовал, необходимо поддержать сою и, соответственно, применить антистрессант. Юля, но как эксперт с таким большим стажем в гербологии, скажи, пожалуйста, вот как снизить этот риск угнетения сои с помощью той же защиты от сорной растительности? Вот мы обсудили антистрессанты. Они действительно широко применяются, помогают поддержать сою после применения гербицида. Отбоили культуру. Да, но необходимо помнить прежде всего, что и само применение гербицида можно сделать таким более щадящим. То есть один момент, который мы ранее обсудили, это применение до всходовых гербицидов, обязательное применение, а потом меньшими или средними дозировками работа послевсходовыми гербицидами. Таким образом, стресс для сои будет меньше. Это один приём. И второй приём, если, например, всё же кто-то не хочет из Воронежской области применять до всходовый гербицид, можно рекомендовать работать несколько раз послевсходовыми гербицидами, но также в средних дозировках и по волнам сорняков, по ранним фазам развития сорняков. То есть первая обработка по, например, ранним фазам развития сорных растений, потом через некоторое время по следующей волне следующий гербицид. И для первой обработки можно выбирать послевсходовый гербицид, но с остаточным почвенным действием, чтобы действие такое было пролонгированное. Я думаю, после этого выпуска придёт очень много комментариев, потому что в этом году, объезжая поля, видела, что на сои работали гербицидами далеко не один раз. Юля, большое тебе спасибо, что ты нашла время и пришла к нам на проект. Маша, тебе тоже спасибо за интересную беседу на такую актуальную тему. Я думаю, что будет ещё много вопросов на эту сложную тему защиты сои от сорной растительности. Задавайте свои вопросы под этим видео. Юля и её команда обязательно ответят на каждый из них. Это был восьмой выпуск проекта «Сингента Хэлл». Проект, в котором мы отвечаем на ваши вопросы, поступившие к нам в агроподдержку компании «Сингента». Переходите по QR-коду, присылайте свои фото и видео, ставьте пометку «Хэлл» и вам обязательно помогут эксперты компании. Я прощаюсь с вами. Всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!